Итоги уходящего года подводит региональное управление следственного комитета. Его руководитель Александр Еланцев называет 2014-й непростым для ведомства, но показатели у владимирских следователей высокие. Они занимаются самыми резонансными делами, в которых часто фигурируют высокопоставленные чиновники, бизнесмены и самая сложная категория пострадавших – дети. В этом году следователи отмечают рост преступлений на сексуальной почве почти в два раза. Все, за исключением одного изнасилования, раскрыты. Владимирские следователи преуспели и в поимке убийц. В 97% случаев преступника удается найти. Сейчас в Литкоме висят семь дел. Например, в Петушинском районе близ трассы М7 нашли скелет мужчины. Ну, как нам представляется, все-таки его привезли с Московской области. И вот мы, поскольку он пролежал несколько месяцев, документов по нему нет. Было два 700-х телефона, но они, к сожалению, на другие фамилии были. Вот мы его пока распить не можем. Одним из самых непростых для Владимирских следователей оказалось дело черных риэлторов. Банда из 10 человек несколько лет отнимала у одиноких алкоголиков квартиры. Пятерых они убили, еще 15 остались без жилья. По подсчетам следкома, преступники обогодились на 40 миллионов рублей. Все они предстали перед судом. Ну, а в новом году следователи будут распутывать дело известного в области предпринимателя Олега Жукова. Его обвиняют в рейдерском захвате госимущества и уклонении от налогов. Когда под статью попадает крупный чиновник или бизнесмен, следствие вставляют палки в колеса. За все время моей работы в следственном управлении лично на меня какого-либо давления от кого-либо не было. Я и от своих крупных отделов я что-то не слышу, что есть противодействие. Но это естественно со стороны подозреваемых. Каждый следователь ведет одновременно 4 уголовных дела. За ним еще 15 проверок. Объем работы грандиозный, говорит Александр Еланцев. Треть его подчиненных не проработали в комитете и года. Молодые следователи не выдерживают нагрузки, уходят. Сейчас комитету не хватает 7 специалистов. Очень тяжело. Это работать. Я не скажу, что по 24 часа в сутки. Но это действительно. У нас нет ни выходных, ни проходных. У меня у некоторых следователей отпуск, остаток отпуска за 100 суток. Есть у нас и по 150. Кое-кого есть по 200 суток. Мы не можем дать людям полный суток, а кто будет расследовать уголовные дела. Поэтому люди не выдерживают. А еще в этом году Владимирский следком добился маленькой победы. Минувшим летом в области был настоящий бум детских травм из-за несовершенства конструкции пластиковых окон. Следователи предлагают изменить ГОСТы, чтобы сделать окна более безопасными. Инициативу из Владимира поддержал центральный аппарат СК. Теперь ее рассмотрит правительство. Продолжение следует...